привет дорогие друзья вышла в сад обработать свои растения орданом хвойные которые новые купила у нас что-то сильно как-то моросит прям такой как и запрыскиватели дождик видно я уже развела раствор придется подождать может попозже пройдет вот что хотела вам еще показать думала что буду новинки показывать в следующем году но нет показываю сейчас потому что мои планы на следующий год они изменились пришлось немножечко переиграть я помню говорила вам что у меня здесь роза растет которыми здесь хвост и ее сильно задавливает я пересадила розу к пруду и вообще думала сначала ее вообще убрать потом что-то мне стало жалко я ее к пруду пересадила вместо нее посадила сосну это титус коричковатая сосна и вот этот можжевельник можжевельник называется диспро депресса аурея по-моему как-то так она должна быть он должен быть желтый сейчас он цвет уже поменял такой на такой коричневатый но посадка позднее обязательно надо обе эти штуки притенять бесспорно надо я все думаю как это сделать и хочу обработать всех свои хвойники почему у меня переигралась все я хотела сделать заказ сайте планшип планшип это доставка саженцев доставка короче хвойных растений там и другие растения из европы и забирать их можно из питера и у нас москве еще есть . самовывоза я выбрала один питомник чтобы мне 10 раз не ездить потому что саженцы могут приходить в разное время а у нас получается что ехать туда далеко отсюда но я выбрала в одном питомнике 4 растения хотела посадить лиственницу на штамбе как раз вот сюда вот где здесь задавливали розу хосты вот потом у меня там еще в заказе была пихта бриллиантная кстати не построена потому что она в продаже свободно можно ее найти у нас все там у меня была отсюда и еще одна штамбовая сосна правда штамбик должен был быть поменьше здесь вот где-то 90 сантиметров а мне там 60 сантиметров и этот самый глоб какой-то короче не помню такое ощущение что это не дождик такой снежок мокрый ну вот короче там оплата вперед было и я но оплатила и через 10 дней мне пришел отказ из питомника мне предложили выбрать другие растения из других питомников но я сказала не давайте тогда это во первых если брать их из других питомников то это сколько раз мне туда ездить придется и в общем неудобно и я оформила возврат денежку мне вернули и я пошла в подворье и купила то что сейчас в наличии ну оплатила мне на следующий день следующий день они у меня уже здесь поэтому может быть что не делается только лучшего и ждать не надо конечно хорошо бы весной сажать ну ладно я думаю еще есть время ну и к тому же я до планирую притенять обязательно еще у меня такой вопрос к вам ребят есть такая штука называется пуршат о обрабатывать хвойные вместо того чтобы укрывать штука не дешевая там литр стоит сейчас полторы тысячи стоит литр на свой сад я посчитала мне где-то надо там надо обработку делать осенью октябрь-ноябрь в плюсовые температуры и весной когда начинает уже солнце активно припекать и она типа образует какую-то пленочку и растение не подгорает вот мне напишите пожалуйста кто пользовался и какой у вас опыт мне очень важно знать на что просто так отдавать деньги ну даже не столько деньги да ну конечно это не дешево я считаю вот на такую обработку это полторы тысячи надо мне чтобы весь сад обработать ну два раза там получается на 10 литров 400 миллилитров но больше вот страшно мы обработаем а еще вдруг она все равно погорит и поэтому такая просьба кто пользовался ну и не один раз там а в течение двух лет не за когда он появился на два года наверно уже есть на рынке подскажите как как вообще можно заменить укрытие хвойных на вот этот вот препарат я вот картинку вставлю как он выглядит я не пробовала но если это вот так вот ну реально помогает от весенних ожогов в хвойных то конечно я бы я бы заменила бы ну чем вот эти городить все время всякие укрытия затенять просто так вот обработал два раза да за конец осени и весну и ничего не погорит мне я бы к этому пришла бы конечно поэтому буду будет очень-очень мне ценно если вы мне напишите ко мне вчера еще в гости зашла подписчица она живет оказывается прям рядом со мной ну тут недалеко идет в 20 минутах пешком и она мне принесла принесла деляночку цветочков я вот сюда вот посадила я вам ставлю картинку и напишу потому что я еще пока не запомню как они называются весенне цветущие вот зашла ко мне в гости но ненадолго она с ребенком ребенок раскапризничался хотела посмотреть мой сад тоже сказала что но на видео кажется больше сад на самом деле я не скрываю у меня всего 6 соток под сад где-то 5 поэтому может на видео кажется но сейчас он действительно кажется меньше потому что все же это обрезано укрыто когда это все пышное растет цветет конечно объема больше и кажется больше знаете закутков там каких-то вот этих вот сейчас практически поле если бы не хвойные было бы как поле летом конечно здесь пространство расширяется благодаря зелени растительности вот так что не получится у меня видите капает не получится у меня обработать не посмотрела в окно глупая она вела препарат ну что же делать так сейчас еще хочется мне посмотреть что у меня тут с кротовыми делами здесь вот где я распихивала ничего но я вам короче потом отчитаюсь новых копаний пока не вижу может он затихарился тут еще мы на камере у нас камера установлена там мы наблюдаем кошки дворовые кошки пролезать под забором и они здесь это ночами ночами что-то высматривают высматривают его шпионивают я очень надеюсь на них очень надеюсь на них больше мне по моему уповать только на бога и на и на кошек которые будут действовать по воле бога так вот как я значит сделала здесь вот поставлю поставила защитный экран буду делать от южного и западного солнца здесь обернул тоже со стороны солнечный вот так вот так то она будет открыто чисто при тенении здесь понятно тоже притянил солнечной стороны с вот этим можжевельником я не знаю что делать она такой большой у меня еще осталось таки такая опора но он просто тупый там не поместится есть только его связать и притянить либо у меня есть еще вот такие вот тоже опоры под клематисы у опоры вот эти вот может быть их тоже воткнуть а потом по весне ближе к весне накинуть какой-то экранчик сделать защитный здесь вот есть затеню тут затенять не буду она у меня уже будет 2 зиму зимовать в прошлом году я на нее накидывала с одной стороны сетку сушите так смотрю на так выросл уже мы сажали на вот такая сетку притиночную я на нее накидывал она мне не погорела буду надеяться что в этом году без ничего она тоже не погорит но эти обязательно свежей посадки они точно погорят ну если конечно не будет такой зимы как как пару лет назад когда земля даже не промерзала тогда корневая будет работать но мы не будем рассчитывать на хорошую но такое мы будем рассчитывать на худшее и чтобы обезопаситься вот клатросу о том зачем сажать такие растения которые горят как вот это например наша склонна к обгоранию это черная сосна и она у нас самый устойчивый сосны если вы хотите точно значит у вас ничего не обгорит это горные сосны горные сосны не горят а вот эти вот диковинки они до подгорают поэтому хотелось бы купить например какой-нибудь препарат которым я говорила если он действенный я в принципе готова потратить там полторы две тысячи чтобы защитить хвойные и не отгородить все эти укрытия лишь бы он действовал поэтому друзья пишите кто пробовал вот но даже горные сосны которые я в первый год сажаю я их притяню потому что они только посажены корневая не работает даже вот эту елочку притяню вот эту горную сосну я сажал в прошлом октябре я ее не притеняла и она не погорела но я думаю что это из-за того что здесь солнце весной его немного из-за тени такое удачное место здесь ничего не горит у меня вот это голобоза не горит хотя у многих она горит туя вот остальные новые свежие посадки обязательно притянение имейте ввиду корневая не работает то что сажала весной вот эти вот елочку wild strawberry я притенять не буду я ее весной посадила я думаю она укоренилась но я надеюсь во всяком случае и вот это вот тоже белобок она вообще не горит не горючая я не буду притенять надеюсь что она тоже хорошо укоренилась а вот этих всех вот эту надо тоже еще забыла про нее что-то соорудить для притенения так как была посажена совсем совсем недавно корневая не работает еще должным образом и очень высок риск обгорания у меня новая строберия смотрю эти от лиственницы колючки по налетели лиственница уже осыпается лиственницу не притяне не буду притенять естественных вах войки у нее все осыпятся и обгорать будет нечему не эту не ту которую вот тоже посадила недавно вот они сажать такие растения которые горят угли ночью тогда сажать хочется разнообразие какого-то также как там не сажать розы чтобы не мучиться не бегать с бубнами не притенять или дендроны которые тоже могут погореть у меня маленький сад он я думаю что у меня уже типа можно сказать что коллекционный сад поэтому вот я и танцую бубны со всеми этими красавицами мне нравится заботиться растениях сосну я тоже конечно же притяню потому что недавно посадила упрям вот с одной стороны вот так вот северную сторону открыты оставлю они не боятся холода они боятся выпривания даже полностью заматывать нельзя и боятся обгорания ну то есть это не боится но так как она свежепосаженная может так произойти еще хотела показать результат мытья пруда эти дно прям на метр тридцать на нет рыбки на метр тридцать сидят их видно то есть вода стала прям прозрачная после моих манипуляций с пылесоси не мне кстати написали что насчет нимфей можно не волноваться что даже если они замерзнут ну в лед в мерзну то оттают и опять начнут расти не знала такого меня кстати думала что если они промерзнут то все больше после этого не проснуться но мне подписчица написала спасибо вам большое опять что успокоили то что у кого-то даже в ванной они оставляют в ванной я так понимаю на улице она промерзает и все нормально и что я поняла во всем нужно экспериментировать есть какие-то там рекомендации в интернетах но пока ты сам на себе не испытаешь будет вообще то есть может вообще быть неожиданный результат да то есть тем ты растения которые якобы у нас допустим не зимуют они могут оказаться очень даже зимующими или то что там пишут погибнет может прекрасно себя чувствовать я кстати еще видела что можжевельники всякие стелющиеся сажают в горшки но вот в глиняные горшки и оставляют их зимовать прям так тоже хотела бы попробовать этот вариант то что вот где у меня площадка парковочная машина стоит там как-то вот в мне чего-то зелё хочется озеленить как-то жевельники я бы поставила бы у входа где-нибудь на плиточку буду пробовать рыбочки мы спокойной ночи мои сладки так а розу да я отвлеклась как обычно погода примерзишь и этот лапник я оставила чтобы хаканихлой прикрыть свои к нехлое еще не заснули не знаю как они приживутся после того как здесь крот рылся вот сюда я посадила розу я просто здесь сидела такая на на стульчиках а здесь у меня прикопан в горшке был этот самый фолярис ну тоже временно просто прикопала для красоты а розочка цветет оранжевым цветом это orange мансдак и она маленькая невысокая и я решила что я буду ее это выкидывать она там росла не очень потому что в тени оказалась фактически хост здесь такое достаточно солнечное место и с этими барбарисами вот этот orange rocket что-то у меня тут еще что-то тут у меня еще красненькое было а эти очи так такой красненький бордовенький мне кажется будет хорошо смотреться но если приживет скажешь после моей пересадки так еще я посмотрел у друга кричащие видео о том что короче корневом стеблевом раке и есть у меня роза такая которая у меня болела стеблевым раком и я решила все-таки ее выкопать она болела у меня два года назад был на рост я не знала тогда что это такое тогда вообще никакой информации не было я просто срезала и все у меня были две половины то есть она была в эту сторону росла и в ту и ту часть меня пришлось вырезать у меня осталась только вот эта часть и наверное все таки я полезу и посмотрю что там с корнями но она развивается так себе но она не гибнет и больше никаких наростов не выдавала но сдается мне что посмотреть все таки надо она единственная в саду и не зародила тьфу 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 пока не ни одну розочку которая не рядом потом я даже так даже не знала что это какая-то супер опасная болячка распространяющаяся я пользовалась одним инструментом обрезала другие розы но после видео его я ужаснулась хочется мне все таки посмотреть корни тем более здесь все крот перерыл наверное выкопаю ее и посмотрю вообще что там происходит короче я начала копать ну докопалась уже повредила немножко лопатой потому что она видите она у меня была здесь посажена вот эту часть я как раз вырезала которая была с этим наростом на побегах и она пошла веткой в эту сторону то есть там корень внизу то есть она вот видите как идет она уже перешла на свои корни я уже даже не знаю я не вижу здесь никаких их образований больше я больше боялась что там с корнем будет может быть мне ее оставить может срезать ну зачистить и закопать что-то мне дальше жалко и выкапывать она такая бедная хотела жить короче не знаю или нафиг ее удалить ведь к дилемах вот я вытащила розу вытаскивается сложно ушла уже глубоко я не вижу никаких образований не на корнях то есть роза была здоровая вот единственное что она пошла развиваться в эту сторону корень и здесь здесь конечно стволик не очень красивый может быть у меня просто здесь стеблевой рак был не корневой но я все равно я решила все я я уже не первый год думаю о том что ее нужно удалить и и все время смотрела на нее с опаской наверное пришло время все-таки решиться решиться и убрать хотя вот на вид она видите абсолютно здоровая моя старушка ну что сделаешь я смотрю у многих бич вот этот вот этой болячки поэтому если честно страшно очень страшно надо осматривать вообще все розы свои как бы такое где-нибудь не вылезла еще сюда посажу голубику на весну заказала несколько кустиков голубики все равно грунт буду заменять на кислый торф поэтому освободилось место зато для голубики такой сорт у меня еще есть в саду поэтому ничего ну и место здесь такое не супер-пупер солнечная может поэтому она вот так вот медленно развивалась и приболела сейчас каждый смотрю теперь на кусты роз прям с ужасом любое ну такое распухалась любая прям мерещится что что прямо это рак какой-то да нет вроде пока пока больше нигде не было только на той розе два года назад ну теперь я буду спать спокойно жалко конечно розочку но так как она была в этом замечена то наверное все таки я правильное решение приняла ее выкопать дабы дабы спать спокойно ну вот спасибо что посмотрели это видео жду ваших комментариев насчет препаратика которым я говорила в начале вот всем желаю здоровых роз чтобы они у вас не болели обязательно смотреть особенно если они у вас я вставлю картинку как выглядит есть кто не видел то видео как выглядят эти розочки сербские обязательно проверьте их я так поняла что в основном это вся страшилища она под землей сидит у них там корневой рак вот ну что ж всем пока пока желаю здоровья вам и вашим растениям с вами была катя подписывайтесь на мой канал ставьте пожалуйста лайки и не болейте